В день победы, как и много лет подряд, я пойду к неизвестному матросу, возьму с собой цветы и положу у памятника для моего дедушки. Я его никогда не видел. Он погиб в октябре 41-го. Осталась одна единственная фотография. Она есть в моем компьютере и, наверное, практически больше нигде, разве что в Центральном архиве Министерства обороны. Там тоже есть данные о нем. В октябре 41-го больше ничего. Принесу цветов и положу. Собственно говоря, а для чего? Наверное, чтобы душа моего дедушки радовалась, что его внук не только, ну, там, более-менее жив, здоров, удачен, что он его помнит и что он ценит то, за что он погиб. Все мы обязаны моему дедушке и миллионам таких, как он. Мы почти ничего не можем для них сделать. Только принести цветы, чтобы порадовались их души. И еще для одного. Где-то вот так, к часу, к двум, около неизвестного матроса будет уже довольно высокая стена из цветов. Эта стена перегораживает путь многому. Наверное, наши деды думали, что победили окончательно. Давайте признаем, это не так. Уже сейчас в нашей стране начинают интересоваться, какое вероисповедование у тебя, какой расе принадлежишь, какой национальности. Их иногда даже нельзя посадить в тюрьму, это члены парламента. Примерно так и было в Германии в 32-м году. Нужно сделать так, чтобы мы не окончательно повторили ее судьбу. Надо, чтобы эта стена была повыше. Они через нее не пройдут, и мы их прогоним. Мы прогоним их в любом случае, но лучше бы сделать это, чтобы дело не дошло до крови. Так что 9 мая я у неизвестного матроса, какая бы ни была погода и что бы ни творилось вокруг.